Чувашия и Крым сделали шаг навстречу друг другу. Официальная делегация нашей республики в эти выходные вернулась из рабочей поездки по городам Симферополь и Севастополь. Главным итогом этого визита стали соглашения о сотрудничестве. В обоих регионах Крымского федерального округа прошли презентации возможностей малого и среднего бизнеса республики. Чувашская делегация посетила и крупные предприятия Крыма. Подробности у Дмитрия Ковалева. Крымчане пообещали приехать в республику в этом году, чтобы перенять накопленный опыт работы. Сегодня нам надо решать вопросы социально-экономические. И как их решать? У нас тоже не хватает еще опыта, не хватает практики. И вот такие соглашения, такие дружеские отношения, они позволяют все-таки понять и научиться всему тому, что перед нами еще нужно и необходимо сделать. Мы готовы помочь в данной ситуации при введении нормативной базы, то русло Российской Федерации, которое сегодня требует 131 закон. Потому что 131 закон тоже, он сам часто обновляется, вносится изменения. А здесь, в Бахчисарайском районе, мы пообщались с Игорем Ивановичем, действительно это надо успевать. Теперь будут дружить и Крымская Феодосия с Новочебоксарском. Они стали городами-побратимами. В ходе визита было подписано очень много важных документов, напрямую влияющих на социально-экономическое самочувствие регионов. В их числе соглашения о взаимодействии в области содействия занятости. Вообще, Республика Крым сейчас заинтересована в создании новых рабочих мест. Местные власти присматриваются к инновационным проектам. В округе уже налаживают прямые связи с предпринимателями других регионов. Опыт Чувашии Крыму полезен, отметил в интервью журналистам его глава Сергей Аксенов. Мы рассматриваем вопросы не только. В сфере социально-экономическом сотрудничества, научно-техническом сотрудничества, в социальной сфере образования, здравоохранения, культуре. То есть нам надо обмениваться, нам надо находить друг друга для того, чтобы социальное самочувствие и жителей Республики Крым, и жителей Чувашской Республики были лучше. Готовы предложить свою продукцию Крыму и предприятия Чебоксарского электротехнического кластера. На одном из заводов Симферополя намерены закупать Чувашские реле. Сейчас многие приборы им приходится заказывать за рубежом. Здесь активно ищут новых партнеров. Не исключено, что в ближайшее время будут заключены контракты с предпринимателями из Чебоксар. Для скважин, допустим, на 6, на 110, даже 220 кВт сейчас цифровую подстанцию изобрели, сухие трансформаторы, не только газовые, а вообще сухие пошли. С точки зрения, значит, мы не конкуренты, нам надо сотрудничать. Наши производители тоже приехали, обмен информацией произойдет. То есть некоторые комплектующие, которые вы из Германии покупали, даже у нас сейчас в России можете купить. Это очень выгодно будет. Сейчас это предприятие производит технику для систем электрификации железных дорог. Прошлые годы заказы поступали из Украины, и теперь завод соориентирован на отечественный рынок. Трансформаторы, защитные блоки, изоляторы контактной сети. Объем продаж у предприятия заметно вырос. Вот, знаете, нейтральная ставка. Все переходит на другой участок и подъем дальше. Но здесь намерены в разы увеличить объемы. В планах запатентовать и новые устройства. К слову, и сейчас на заводе создают технику, которая в стране не имеет аналогов. Глава республики предложил им наладить связи с другими чувашскими предприятиями. Правда, для более эффективного партнерства необходимо наладить систему логистики. Вообще сейчас и в городе Севастополь, в республике Крым, создана свободная экономическая зона. Власти округа обещают предпринимателям всевозможные преференции. В регионе заинтересованы в новых проектах, которые должны улучшить его экономический потенциал. С новыми проектами в Крым и Севастополь приехали представители многих предприятий республики. Чувашские бизнесмены готовы прийти на полуостров с проектами в машиностроительной сфере, в строительной и медицинской отраслях. Предложения от коллег из республики сейчас особенно ждут и энергетики округа. Мы вчера встречались с представителем Крымэнерго. Подробно очень обсуждали те задачи, которые стоят перед энергетиками Крыма и Севастополя на ближайшие годы с целью ликвидации зависимости от Украины. Поэтому нам понятно, что будет в ближайшее время проектироваться, строиться в Крыму. Вообще, отмечают власти Севастополя, городу сейчас необходима поддержка других регионов. Деловые миссии, первый этап, итогом этого визита должны стать заключенные контракты. Сотрудничать бизнесменам власти предлагают в сфере туризма. У нас огромный потенциал и в области туризма, и культурного, и военно-патриотического. Город Севастополь в этом отношении уникальный по концентрации тех мест, которые турист может посетить. От слов к делу власти Севастополя и Чувашии перешли сразу. Губернатор города и глава республики договорились поэтапно реализовывать целый план мероприятий. Соглашение о сотрудничестве они подписали еще в прошлом году на Международном экономическом форуме в городе Сочи. Для того, чтобы тот срок, то время или тот срок, который прошли другие субъекты, нам надо пройти ускоренно. Для этого мы подписываем соглашение с регионами. Это в основном обмен опытом, это в том числе и экономическая помощь. Первые контакты уже налаживаются по электротехническим изделиям, по релейной защите, по микропроцессорным изделиям, по судостроению. Здесь же в Севастополе два завода. Понятно, Украина сделала все для того, чтобы они по объемам производства упали. Но наша задача, задача руководителя региона, перед нами задача стоять президент Российской Федерации, максимально сегодня оказать содействие. Уже с начала этого года в Крым по путевкам будут приезжать чувашские школьники, договорились организовывать и экскурсии по местам воинской славы в Севастополе. В ближайшие годы здесь развернут площадку для военно-исторического туризма. Но глава Чувашия пригласил творческие коллективы округа принять участие в фестивале «Родники России». Митриковалев, Андрей Шоклев, Республика. Из городов Симферополь и Севастополь.